Абитуриенты из России. В Гродненский музыкальный колледж стали подавать документы школьники не только нашего региона и других областей, но и соседнего государства. 15 часов на поезде из Питера. Абитуриентка Ксения Иванова выбрала для поступления Белорусский колледж. Расстояние в более чем тысячу километров она преодолела на поезде с мамой, которая поддержала выбор дочери. Столько часов в дороге, но я готова далеко от дома учиться, жить. Мне нравится этот город. А что мама говорит? Мама сама хочет, чтобы я здесь почему-то училась. Она вообще хочет, чтобы я стала педагогом, тоже по фортепиано. И она рада за меня. Год назад девушка уже приезжала в Гродно на день открытых дверей в колледже. Это позволило ей пообщаться с преподавателями, узнать больше о специфике обучения в самом заведении и, как следствие, сделать свой окончательный выбор. И нам понравился именно этот город из всех городов. Мы очень много проездили городов Белоруссии. И остановились именно в Гродно, потому что именно Гродно очень понравился такой тихий, спокойный, аккуратненький городок. И решили поступать именно потому, что хотим, чтобы дочка у нас жила в таком приятном месте. И специальность тут не выбирали, потому что понятно, что она уже с детства у нас музыкальный ребенок. С четырех лет она поет и играет на фортепиано. И поэтому выбрали колледж. Новшеств в этом году немало. Так увеличился набор поступающих. Теперь их число выросло до 52. Все места бюджетные. Часть из них занимают целевики. Их в этом году девять. Запрос на молодые кадры в первую очередь отправляют из районов. Несколько специалистов возьмут и Гродненские музыкальные школы. Все потому, что в дипломе учащегося, закончившего колледж, будет значиться целых три направления, по которым они смогут работать. Артист творческого коллектива, учитель в музыкальной школе или детской школе искусств и руководитель творческого коллектива. Главной особенностью набора этого года является география наших потенциальных абитуриентов. Мы в этом году рады видеть ребят из Брестского региона. Рады видеть в числе абитуриентов ребят из Витебщины. И очень приятно, что к нам поступают и девушки, и юноши из Российской Федерации. Безусловно, наверное, самым главным приоритетом для нас является отбор таких талантливых ребят, которых потом на протяжении целого года, а то и больше, наши педагоги сопровождают, оказывают им консультативную помощь. Мы таких ребят, как правило, находим на конкурсах творческих, во время работы, выпускных экзаменов в музыкальных школах. На данный момент документы на обучение подали 40 человек. Осталось всего 12 бюджетных мест. Члены приемной комиссии ожидают абитуриентов, которые хотят получить профессиональное музыкальное образование до 3 августа включительно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова